Российская элита — это тоже люди, и они тоже разные. Вокруг Путина есть адъютанты и охранники, всерьез готовы идти за него на смерть. А есть, например, старые питерские знакомые, бизнесмены на госконтрактах, которые предпочли бы не погибать в пламени Третьей мировой, ну что тогда будет с их дворцами, конезаводами и виноградниками в Анапе. Есть солдаты «Единой России», которыми заполняют пустоту на телеэкранах и в зале заседаний Государственной Думы. А есть остатки старой гвардии, достаточно умные чиновники, чтобы понять, что вокруг них происходит. Да и среди членов правительства и среди губернаторов еще есть современные, толковые, профессиональные люди. Наконец, есть силовики. Их так много, что среди них тоже, очевидно, царят разные настроения. Кто охотно, кто не очень, но практически все они вписались в реальность после 24 февраля. И вот на их глазах наступила новая реальность — последний решительный бой. Одно дело, когда Путин выигрывает. Тогда кто спорит — нет Путина, нет России. Но теперь они себя спрашивают — что дальше? Этот повисший в воздухе вопрос переложила на бумагу политолог Татьяна Становая. Единство российской элиты может затрещать по швам в вопросе, готова ли Россия заплатить любую цену за победу над Украиной. Полномасштабная мобилизация с перспективами внутренней нестабильности и новой волны репрессий, раскручивающаяся спираль санкций и нарастающая изоляция, падающие доходы от экспорта и размывания бюджетной системы — все это ставит вопрос, где Россия готова остановиться, и существует ли вообще такая цена, которую Кремль платить за Украину уже не станет. По всей видимости, у Путина и российских элит ответы на эти вопросы существенно расходятся. Да, вера в победу тает. Но какой вывод? Что делать? Одни понимают, что их судьба связана с Путиным слишком крепко. Другие ему просто верят. Третьи, такие как Пригожин и Кадыров, показывают амбиции. Четвертый — целый ряд кремлевских чиновников второго ряда. Уходят с работы, уезжают. Фамилии не говорящие, сами они не под санкциями, умудряются соскочить. Пятые сидят тихо и не отсвечивают. Никакой поддержки войны в гражданской части эстеблишмента, конечно, нет. Пишут со ссылкой на своих собеседников в Думе, в правительстве, в госкомпаниях журналисты Фарида Рустамова и Максим Тавкайлов в своей статье о настроениях в российских элитах. Зато страха стало больше, и каждый сам за себя. Все приспосабливаются и надеются, что не дойдет до ядерной войны. Фарида Рустамова рассказывает, как чиновники и госменеджеры отреагировали на объявленную Путиным мобилизацию. Реакция очень похожа на реакцию богатой части России, то есть жителей Москвы и больших городов. Это спасение своих детей разными способами, детей, родственников любых, мужчин, родственников, которые могут подпасть. И еще подчиненных, не только родственников. Подчиненных, которые могут подпасть под мобилизацию. Это, конечно, это событие вызвало шок. Конечно, они готовились к этому, они понимали, что эта карта, она была как бы на столе все это время. Понятно, что как бы и это очевидно было, что они там принимали законы, чтобы была возможность у правительства адаптировать быстро экономику к ситуации, к режиму мобилизации и так далее. Все это было понятно. Но никто не хотел этого, никто в это не верил. Не верил, в смысле, очень не хочется, чтобы это произошло так же, как это было с войной. Это все-таки произошло. Все понимали, что это будет неизбирательная вот эта история, и все понимали, какой там бардак на этом уровне в Минобороны. Поэтому все как бы естественным образом спасаются, как могут. Конечно, это тоже может вызывать сочувствие, но как бы с другой стороны у тех людей есть такой админресурс, у которого нет сотен тысяч людей, которых загребают сейчас активно в бедных российских регионах, беднейших. Кто может, тот уезжает. Мобилизация подстегивает эмиграцию и в элитах, среди тех, кто может это себе позволить. Потому что многие из тех, кто на виду, просто не могут это себе позволить. А что, если их отъезд начальник сочтет предательством? Что касается отъездов, да, отъезды продолжаются, и это не массовая история, потому что в основном, когда в лоб спрашиваешь, а чего вы не уезжаете, почему вы, будучи, возможно, внутренне не согласны, хотя это тоже не всегда так эксплицитно демонстрируется, не то что в разговорах со мной все такие антивоенные трибуны. Нет, конечно. Но когда ты спрашиваешь, люди отвечают, в общем, похожие вещи, которые мы слышим от многих наших коллег, например, или друзей. Что, а что я буду там делать? Кому я там нужен? На что я буду жить? На что будет жить моя семья? Как мне жить дальше? То есть вот нет вот этого осознания, что сейчас происходит как бы катастрофа, я к ней причастен, потому что я работаю на государстве. Этого нет. Как бы все, вина вся вот на Путине. И это удивительно. Мир обсуждает возможность государственного переворота в России. Что и кто будет после Путина? Гадают журналисты, аналитики, политики, составляют рейтинги, как, например, издание «Политика». Режим слабеет, возможно, падает. Но что дальше, дебатируют кремлинологи. Путин действительно ослабел. И вот уже президент Украины Зеленский наносит по Путину не военный, а политический удар, выдвигает мысль, что у России может быть другой лидер. Это не покажут по российскому телевидению и даже не процитируют государственные агентства. Это табу. Но все равно так или иначе услышит. Киев готов к переговорам только с другим президентом России. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое гидность и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. Да, идея, что возможен другой постпутинский мир, уже мелькает в головах у представителей российской элиты. И самые активные из них, например, те же Пригожин и Кадыров, уже готовят себе плацдармы, формируют союзы, заявляют свои программы. Они как будто говорят, мы новое поколение, мы можем, мы справимся. Но это пока фантазии. Пока слишком трудно, если вообще возможно, представить себе в России дворцовый переворот. Югославская элита выдала в ГАГу Слободана Милошевича. Но это было после того, как он сначала проиграл войну, а потом и выборы. Потому Путин и повышает ставки, чтобы не проиграть. А про выборы в России речи нет. Он никому не доверяет, зациклен на безопасности. Чтобы созрел заговор против Путина. У людей в его окружении должна быть сила воли. А у кого она есть? Ну, если не считать того же Пригожина с его уголовным опытом и амбициями. Вспомните лица на Совете Безопасности 21 февраля. Или лица в Георгиевском зале Кремля, вот на прошедшей неделе. Как этим людям договориться между собой? Так или иначе, поражение в войне станет, уже стало историческим поражением Путина. Он от него не оправится никогда. Но пока так и не виден сценарий, как именно он уйдет от власти. Фарида Рустамова рассказывает, как будто загипнотизированный Путиным российский политический класс, покорно идет вслед за ним. Принимает и войну, и весь тот ужас, который происходит с Россией. По сравнению с самым началом войны, когда вот только она была объявлена Путиным, у меня вот такое впечатление, что настроения стали более суицидальные. Такой приобрели суицидальный оттенок. То есть люди уже вовлеклись в это, они уже в это все вмазались, они уже такие настоящие сообщники. И от двоемыслия они сходят с ума. Реально, я думаю, что там уже правда какие-то психосоматика, аутоиммунные заболевания, вот это все, это уже ближайшая, может быть, настоящая уже перспектива. Но вот общее какое-то такое вот впечатление, что люди, мы сейчас говорим о гражданских, опять же, элитах, в состоянии из-за мобилизации в состоянии шока, а в целом в состоянии, что пути назад нет, уговаривание себя, что я там должен продолжать работать.